здравствуйте дорогие друзья с вами сегодня михаил и регина здравствуйте добро пожаловать на наш канал и сегодня я хочу вам показать брошь от компании джей джей которая уже была в обзоре в распаковке у нас и в этой броши не хватало глазика такой прекрасный вазон с цветочком и кто помнит да в нем не было глазика и одна из наших зрительница большое вам спасибо подсказала что вы глазики можете заказать на алиэкспресс что мы и быстро сделали я думал действительно там придет там пару глазиков каких-то оказывается пришла целая коробка с отсеками и с размерами разных глазиков заказывайте дешево и сердито да и смотрите какой то похоже я вот думал только может быть и вот этот левый придется убрать а вроде они смотрятся неплохо даже так и я вспомнил у нас тоже какая-то есть брошь мишка мишка по-моему если я не ошибаюсь тоже в нем отсутствовал глазик если мы его найдем глазики мы обязательно приклеим восстановим он такой хорошенький этот вазончик с ножками и ручками улыбается да положительные эмоции дает а это как антенка у него цветочек четырехлестничек на удачу очень нам понравилось это украшение хотя регина всегда эту компанию она обычно не берет это компания наша у нас джей крю просто цвет красиво да понравился региночке цвет и все вроде как бы на месте было все такое красивое берем забрали а дома присмотрелись не хватает того не хватает этого да я даже не знаю что теперь делать потому что они покрашены видно то ли краской то ли так покрытым а может такой цвет имеет пластик этот я не знаю и мы таких не подберем кристаллов такого цвета или давай может разберем разбирать разбирать жалко давайте хоть посмотрим на него поближе такая якорная цепочка не якорная ведь и такие звенья переплет мелких и крупных звеньев серебряном тоне здесь уже показал маркировка на шильдике крупный шпрингельный замок компания по моему это современная но да ведь и время идет и скоро будет винтажная кому-то нравится эта компания оригин нет тоже даже так просто не по сей день работают да интересно очень буду знать но это современная а это наверное в данный момент современное изделие еще и с потерями оказалось ну ладно украшение на шею очень красивое необычное это у нас искусственные жемчужинки такие вот такой идет замочек в золотом тоне вот так он интересно открывается и имеется даже маркировка с обратной стороны я не знаю бриф но регина мне подсказала что она ничего не нашла об этой компании а вот здесь и интересный переход между жемчужинками про вставочные да такие про вставочные про вставочные колечки с кристаллами с кристаллами очень красиво они смотрятся очень красиво да я если не сказал это как под чокер да в смысле под шеечку да идет очень красивое украшение и главное с маркировкой вот может кто-то знает пишите что это за компания может мы в дальнейшем тоже узнаем и вот еще одно такое но уже двухрядное ожерелье из бусин бусины тоже у нас пластиковые мне понравился например здесь этот замок с жемчужинкой сверху и только сейчас я обнаружил что скорее всего шел здесь и третий ряд жемчужин потому что есть крепление а так оно и не видно даже красиво смотрится очень здорово богато и вот так оно выглядит замочек с обратной стороны в виде в виде цветочка не знаю может быть оно винтажное сейчас нам понравилось взяли представляете и еще одни бусы они небольшие тоже да чокер наверное да я думаю это же не браслет такой интересно то что на крючке я обнаружил маркировку япония так наверное она вот крепится за это за цепочку удлиненную интересная такая вставочка с кристаллами как будто глазки смотрят так и вот сами бусинки они видите как это интересно переходят с мелких на более крупные потом речка надо будет очень аккуратно эту ниточку снять чтобы не срезать все бусы я могу карина может у нее опыт большой уже в этом о наконец-то пошла брошь ну увидели когда в лавке какой-то барашек тут я буду думать чего вдруг барашек может быть это гороскоп и так оно и есть это у нас овен прошу овен красиво идет золотом тоне оправа интересный такой у нее узор ну думал здесь маркировка с обратной стороны но ее здесь нет тем не менее кто по гороскопу овен это должно быть очень даже интересно у нас овнов нет но брошь мы все равно взяли так следующее кулончик небольшой в золотом тоне оправа такая вставочка интересно завальцованная это какой-то камешек вроде может ждаид похож нефритик такой да смотрится очень красиво ажурное такое обрамление да оправа ажурное посмотрите она такая высокая да как пирог как тортик да и вот край волнообразный такой очень интересно вот и обратная сторона без маркировки ну да тут вот мне регина подсказывает что круглые кристаллы можно назвать шатунами ну не знаю наверное да но это у нас видите как бабочка кулон маркизы более крупные более мелкие как крылышки идут они имеют цвет такой медовый так выглядит у нас кулон с обратной стороны без маркировки но видно конечно что он такой винтажный черепаха брошь черепашка смотрите на нее какая она реалистичная я так понимаю или она идет или может она там плывет так лапками машет хвостик да и в глубине изделия мы видим 1991 сигл пьютер канада брошь канадская компания сигл да я так понимаю интересная находка да я вспомнил регина брать эту булавку не захотела она ее отложила она мне заинтересовала эта булавка похоже это английская булавка смотрите какая она мощная так она в открытом состоянии так в закрытом и чем же она мне понравилась да маркировкой с обратной стороны звездочки видите покрыта эмалью в золотом тоне оправа интересная такая я увидел маркировку от компании манне обратная сторона видите имеет брошировку вот такая симпатичная иголочка еще и со звездочкой да сразу вспомнил песню только черному коту и не везет вот у нас черный кот брошка с желтыми глазами хвост трубой он что-то сам испугался видать ой какой у него симпатичный ротик вы посмотрите ушки носик это материал какой вилюр похож да это ткань есть даже маркировка мхмк cds ну что это мы не знаем пока пока будем изучать узнавать да симпатичный кот и еще одна черепашка видите повезло нам на черепах она совсем крохотная такая маленькая уж совсем уж покрыта эмалью зеленый у нее панцирь только я смотрю глазик у нее потерян красный кристалл сама она имеет такую золотую оправу в золотом тоне конечно и вот ее обратная сторона без маркировки вот два товарища друга две черепашки теперь да я очень ошибся конечно что думал все черепашки вот еще одна подружка его видите видите у нее такой более светло-зеленый панцирь темно или у нее не знаю а я думал что все уже черепашки закончились нет еще есть пара даже сошлась состоялось ты еще пожени да я еще в роли свахи сейчас сыграю тут да ну вот такая милая пара маленьких черепашек а это у нас брошь в золотом тоне интересная такая прорезь по металлу идет как бы не знаю в виде такого воротничка как-то мне она напомнила и вот обратная сторона ну мы видим пористый металл только без маркировки да интересная брошь в виде планки можно сказать я бы сказал как птица какая-то отчайка может быть в полете ну так пофантазируем немножко в золотом тоне мысиком мысом ты говоришь уголочек мыс хорошо нас удивил этот красный кристалл почему-то его сделали красным поставили хотя могло быть весь ряд быть беленьких прозрачных кристаллов нет необычная брошь такая аккуратненькая небольшая и обратная сторона и без маркировки да в этот раз было много сережек но парных не было и вот несколько парных только нашлось нам они почему-то показались на экспортный китай похоже но вполне может быть мы и ошибаемся может кто-то под них очень хорошо копировал видите как выглядит с обратной стороны кобальтовый цвет сережки на швензах и подвески жемчужинки ну и вторая точно такая же да интересно видите такая как кустик кристаллики есть очень красивая очень красивая своеобразная необычная брошь в виде такой снежинки я бы сказал в серебряном тоне оправа и множество кристаллов я вот не пойму речка этого здесь не хватает кристаллов или я тоже бы хотела знать там или нет или туда или так задумано мне кажется так задумано или очень интересный дизайн и у кристаллов тогда получается но мне так тоже нравится без кристаллов в этой части видишь и на этих лучиках тоже нету этих кристаллов и форма такая же я думаю может быть здесь и не было этих кристаллов просто а как думаете вы ну да пишите конечно пожалуйста пишите мы всегда прислушиваемся к вашим советам вот обратная сторона я вот не пойму если это пористый металл то брошь должно быть довольно винтажная ну вроде ничего такого необычного в этой броши можно даже было ее не взять но очень нам понравилась она брошь такая тоже можно ее планочка назвать я вот не пойму в виде какого-то то ли значка то ли то ли это брошь не знаю звездочки кристаллы красного цвета прозрачного так вот видите интересный дизайн иголочки и крепления я думаю такие делали наверно очень давно что чего-то у меня возникла такая версия что может это на день независимости это значил девался ну такая версия может быть сейчас только до меня дошло может быть да тут цвета синий красный розовый я думаю это очень старенькое изделие очень старенькое думаю я ты думаешь это патриотическая брошь да наверное мне так показалось так и одна сережка была одиночная клипса да клипса посмотрите на нее пожалуйста люцитовые вставочки такие они как бы барочные да как барочные имеют неровность и вот заинтересовала нас очень маркировка да это мне даже тут Олечка подсказывала Сесиль Джоан Париж к сожалению была одна только одна но знаете Сесиль как это не взять Париж Джоан это романтично да и вот взяли красиво звучит да да звучит очень красиво я честно говоря не знаю чего я взял этот предмет так скажем ну какой то видите образ мужчины с бородой непонятно может это римлянин какой то может просто какой то человек я вот обратная сторона я говорю вот монеты хорошо знаете хранить в таких в футлярчиках да и вот я открыл эту коробочку не знаю почему вот кто то и положил так чтобы она сохранена была видите идет слой металла ну вот надписи никаких я не вижу кому то может она понравилась так решили сохранить да великолепное украшение изумрудного цвета кристаллы посмотрите пожалуйста очень красиво и такое ну видите пышная это было просто украшение я даже подумал как то взять его для того чтобы разобрать на кристаллы а регина мне подыскала иголочку и говорит ну неужели тебе так тяжело приклеить ивлу ну вот вот как то я зацепился клеем немножко было за что и вроде держится хоть бы она не отлетела сейчас получилась брошь и один маркиз не клеили помнишь да маркиз нижний отсутствовал но имеется ввиду какой то из них очень красиво да и как раз подошел удивительно по размеру и по цвету да я даже не знаю где уже какой из них ой у нас эти самолеты разлетались у нас праздник будет в понедельник а что за праздник колумбус дэй а колумбус дэй ааа и тут они эти самолеты летают ой короче только людей пугают и вот такая вот красивая это не комея даже это инталия видите изнутри идет работа мы тоже нашли да в развале у него я тоже был удивлен что такая стекло да красивая такая работа и нам досталось дымчатого цвета необычный необычный цвет у стекла действительно такой дымчатый видно да да даже белое лучше видно вот так вот такая дама красивая с вьющимися волосиками не знаю да 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 такие четыре крапана крупных хорошо что даже видите нет царапин обычно бывает так стекло можно поцарапать а тут нет сохранность неплохая хотя сама оправа в серебряном тоне уже имеет какие-то от старости наверное подтеки какие-то может клеил кто-то куда-то не знаю интересно я думаю может быть мы ее оттуда достанем и в лучшую оправу потом ну посмотрим хотя в принципе если это родная оправа почему ее надо будет двигать и крепление под кулон посмотрим ну мне очень нравится это инталия да и еще одна только не инталия а уже камея тоже с такой красивой дамой такой цвет у него интересный перламутрово и на черное видите подставочки под оникс тоже основа в золотом тоне оправа обратите внимание необычное крепление у иголочки под иглу такая S-образная как-то странно идет из косочек интересно иголочки считаю тоже неплохая находка так еще одна видите подвесочка кулон очень необычный я еще в лавке заметил что это как бы на удачу так как это вилочка или как ее можно косточка да такая на удачу в золотом тоне и такие грушевидные подвесочки синие желтые да и только сейчас я вот мне это напомнил это цвета флага украины морозное стекло и цепочка якорное плетение замочек крабик маркировки нет нету маркировки но изделие интересное еще две бусинки такие стеклянные проставочные между ними помнил помнил да три красивый металл очень похож на золото только похож да только и похож такой небольшой тоже кулончик подвесочка он в виде крестика выполнен я подумал как кельтика вроде такие узлы интересные переплетения а тут еще и на удачу оказывается удача я поэтому и взяла что там написано на удачу да да а вот это у нас как идет шнурок такой типа ну типа шнурка мы там в лавке нашли еще вот такую цепочку какую я хочу снять вот это оттуда а ты сюда хочешь приспособить ее да мне кажется она будет неплохо так вот думаю как-то нежнее да будет работать да а такая змеевидная а то грубоватая маленькая тоненькая цепочка ну да а то грубовато немного а то даже есть проба 925 и что то еще нет проба то есть это серебряная цепочка то есть это серебряная цепочка что приятно да мы нашли плавки в этот раз да я думаю будет смотреться хорошо и пусть принесет нам всем удачу да это находка да да и вот такой мы браслет нашли сейчас мне Ольга поможет его показать на руке и потом его покажу в раскрытом состоянии красивый да он покрыт белой эмалью и вот так он в раскрытом состоянии у нас я так был да удивлен так был что здесь маркировку я нашел аж здесь видите copyright by crown trifari crown trifari даже но я думаю это родная застежка почему ты всегда сомневаешься потому что и здесь видите такого же ну как бы блестящего такой дизайн да такой дизайн и очень было приятно найти изделие trifari браслет необычно так он в закрытом состоянии еще раз покажу да и вот такие клипсы очень красивые наборные наборные мы видим такое ассорти цветовое можно сказать да синий красный фруктовый салат ой я перепутал фруктовый салат да крупные довольно таки но они легкие и такая подвесочка да в виде шарика резной металл так они выглядят с обратной стороны без маркировки они так да да так называемые очень похожи хотя они разные да они вообще эти же без маркировки да а может одно изделие имело маркировку только ну короче я уже придумал сам от себя нет они разные это тоже пластика это тоже я считаю да находка очень классная да мы нашли эти бусы на гугл и увидели цену а бусы да помнишь ты нашел вот эти бусы 50 долларов они там стоят да мы были удивлены цена такая достаточно высокая в принципе и очень красивые они а каково было удивление мое когда я увидел маркировку сейчас три фари что там еще т.м. что-то непонятно мне кажется это в конце уже под конец уже на закате закрытие компании они очень хорошего ну они всегда хорошего качества делали но они пытались удержать бизнес на плаву изделия невероятно хорошего качества были все равно это не по моему компания была закрыта а так действительно такой сет можно вместе носить да удивительной красоты смотрится прекрасно шикарно на этом дорогие друзья наш обзор подошел к концу я хочу вас поблагодарить за просмотры за поставленные лайки за подписку на наш канал всем удачи да радости счастья благополучия мира на планете земля да всего вам доброго до новых встреч до новых встреч поблагодаря Субтитры создавал DimaTorzok